Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем играть в невероятно крутую игру под названием Super World Box, в которой мы, боги, и создаём свой мир. Игра мне очень понравилась, вам она тоже понравилась, и вы знали о ней, поэтому глупо было бы не продолжать. Я создал новый мир, потому что в первом своём мире я жёстко накосячил, просто разбирался со способностями, чё можно делать, чё делать нельзя, я понял. А теперь мы будем создавать действительно великолепный мир, который будут населять все расы, люди, эльфы, дворфы, орки, все у нас тут будут жить. И первое, что я хочу сделать, это прекрасное жилище для дворфов. А для того, чтобы им было приятно и хорошо, им нужны горы, которые я установлю здесь. Такс, это холмы, вот горы, да. Да, гора выглядит довольно странно на самом деле, вот это и есть гора. Очень странно. Я думал, это просто какое-то каменистое дно, поверхность, не знаю, ну да, поверхность. В общем, у дворфов на острове будут горы. Также дворфам я предлагаю закинуть несколько овец, потому что в прошлый раз в поисках еды они начали заниматься какой-то ерундой и поплыли, вплавь, вручную через океан. Дворфы не плавают, дворфы сидят под землей и роют золото. Какой нафиг океан? Но это все из-за нас. Оба на овцы еще и по горам скачут. Неплохо. Таксы. Овец вроде бы накидали, думаю, на первое время им тут хватит. Зайцев побольше, побольше, побольше зайцев. Кошечки, друзья. Не знаю, будут ли котики жить под землей у дворфов, но котики будут жить на острове. И приносить радость, если не дворфам, то мне. Также было бы неплохо накидать куриц. А еще почему-то медведь здесь больше похож на какого-то пса. Не знаю почему. Ах, да, вы еще говорили про скорость. Ну, друзья, я не знаю почему, у меня скорость установлена самая минимальная, но все равно все происходит очень быстро. Не знаю, с чем это связано. Если установить Х5, так это вообще безумие будет. Короче, пускай будет Х1. Так, ну что еще дворфам можно нам подкинуть? Золото какого-нибудь, наверное, да? Давайте. Чтобы они могли развиваться. Золото. Семена растений. Такс. Несколько ягод. Камень. Хотя у них тут целая гора. Зачем им камень? Непонятно. Железо накидаем. Короче, дворфы у нас будут самой великой цивилизацией. Не сказать, что я их супер люблю, но почему-то вот хочется сделать им что-то приятное. Окей, пора. Пора рожать дворфов. Наверное, потому что они здесь такие маленькие и милые. Так, дворфов, 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 дворфов будет много и... Они сумасшедшие. Мои дворфы просто поехавшие. Они снова уплывают. Ну куда же вы? Дворфы. Зачем вам это надо? Ну, все же хорошо у вас на острове. Я все условия создал для вас, а осталось жить тут всего лишь несколько человек. Несколько дворфов. Эти ребятки куда-то плывут. Куда они собрались? Я не знаю. Давайте за ними проследим. Они так забавно барахтаются в воде. Мне прям жалко их. Серьезно. Очень жалко. Куда они плывут? Мне кажется, им нравится вот этот остров, и они будут его заселять. Но тут ни одного поселения нормального построить не получится. Остров уж слишком маленький. Ладно, что тут происходит? Ну, блин, а довольно круто уже. Дик Апоперим. Два жителя. Ахобахл. Четыре жителя. Капатил. Один житель. Я думаю, проблема в том, что... Наверное, слишком малая земля для такого количества дворфов. Поэтому они решили переехать. Так, отображает население и название всех поселений. Так я... А, вот. Отключим. Или оставим. У нас осталось всего лишь два поселения. Почему-то одно уничтожено. Видимо, они переехали в Ахохабль. Ближе к золоту. Ну, логично, логично. Ничего в этом плохого я не вижу. Дворфы все еще продолжают свое великое переселение с континента на континент. Молодцы. Откуда у них столько пищи и воды, чтобы... Кто тут? А нифига, они даже сюда доплыли? Вот дворфы безумные. Дворфы заселили всю планету. Что с этими малышами не так? Но все равно они будут двигаться здесь. Хорошо, давайте сделаем прекрасное место для жизни людей. Люди развиваются быстрее всех. Да, и к тому же эльфы явно на этом острове не выживут. Тут совершенно нет леса. А эльфы любят лес. Что нам потребуется сделать, чтобы было людям хорошо? Лес. Отличное место для деревьев. Не забудьте полить водой. Так, ну давайте сделаем лес тут. Это для людей, не для эльфов. Так, и польем водой. Мелководья. Океан. Это все не то. Близкий океан. Вихрь. Нет, а как полить просто? Ну смотрите, лес вроде как начинает сам автоматически зарастать. Это, конечно, очень здорово. Давайте еще несколько мест под лес организуем. Соединять обязательно нужно, чтобы, ну, как бы все было красиво. Ну, давайте вот так вот. Уже закрасим. Тут, короче, будут у нас жить люди. Ой, одно дерево уже появилось. Прекрасно. Но исчезают кактусы, а это уже не круто. Далее. Людям нужна еда. Не буду... Ой, я ж выбрал овцу. Не буду так много кидать еды, как дворфам, потому что, ну, это оказалось бесполезным, в общем-то, по сути. Волков парочку закину, одного медведя пускай будет. Котиков. Куриц. Медведь бегает, просто сжирает и даже и котов, и всех подряд. Ну ладно, скоро на эти земли придут люди, а они его покарают. Что еще нам нужны? Нам нужны ресурсы. Такс. Такс, такс, такс. Камень. Семена растений. О, прекрасное место. Я бы даже сказал, идеальное для жизни людей. И для их развития. Люблю я людей. Во! Людей будет много. Хочу видеть много людей на нашей планете, но все равно большая часть из них уплыла. Кстати, дворфы, похоже, не выжили. Посмотрите. Ни одного поселения организовать они не смогли. Либо они поехали сюда и залезли в гору, там-то они и живут, либо я не знаю. Ну, их просто нет на карте. Люди, видимо, закончат таким же образом. Они куда-то плывут. Давайте подготовим для них почву. А именно овец, заяц, курец. Я же выбрал. Курец, котец. Разумеется, нужен котец. Ну и ресурсов также накидаем. Короче, я не знаю, в чем проблема. Почему так все печально произошло. Что не так с этими людьми? Что не так с этими дворфами? Все у них было, но они... Они неблагодарные. Они просто уехали. Зато тут поселение. Посмотрите, как разрослось. Уже 20 жителей. Прекрасно. Они пляшут возле костров. Живут в своих домах. Размножаются. Построили шахту, как мы можем видеть. Вот она. Прекрасно. Все здорово. Да, это будет остров дворфов. Как там люди поживают? На Маве. В Маве. Их двое. Медведя вроде как убили. Кстати, коты охотятся на куриц. Я вот заметил, коты реально охотятся на куриц. Медведя нет. В общем, им тут хорошо. Что здесь? Оба нас. Сразу, сразу. Смотрите, что творят. Сразу гигантские поселения организовали. Есть сива. 25 человек уже там живет. Видимо, я наспавнил слишком много людей. Ну, в этом плохого, конечно, ничего нет. Таксы. Ну и эльфы. Вот это будет земля эльфов. Что можно дать эльфам? Лесов у них и так много. Ягоды. Семена растений. Камень. Такс. Золото. Животные. Такс. Такс. Ну и котики. Котиков нету. Да. Давайте еще закинем в океан мировой несколько пираний. Чтобы вот так вот жители не могли ловко и быстро безнаказанно перемещаться с острова на остров. У них должно быть какое-то препятствие. Им должно быть сложно. Это сделано. Ну, а теперь давайте спаунить эльфов. Эльфов тоже будет очень много. Это будут две доминирующие расы. Эльфы и люди. Кстати. Эээ. Люди. А чё с людьми? Чё они вымерли-то? Друзья, люди вымерли. В чём проблема? Чё это люди вымерли? Что случилось с людьми? Почему они не смогли закрепиться на этом месте? Почему они все погибли? Их было так много и все они просто поисчезали. А, или... Нет, всё равно. Поселений тут не было. Если далеко... Короче, я не понимаю. Чё с этими людьми? Чё с этими поселениями? Почему такая большая проблема? Тут в Маве они живут, конечно. Их всего лишь шесть человек. И да, всё равно самая крутая раса у нас это до сих пор дворфы. О, 43 чувака. Офигеть. Настоящий замок. Настоящее королевство они уже отстроили. Что там эльфы? Ну, эльфы вроде бы не погибают. Уже и хорошо. С людьми проблемы. Дома горят. Поселения исчезают. Вроде всё есть для жизни. Казалось бы. Живи не хочу. Радуйся. Но... Я не знаю. Будем сидеть и болеть за людей. Если вы, друзья, знаете, почему мои люди не могут выжить, вы обязательно напишите, пожалуйста, об этом в комментах. Может, у них еды не хватает. Но овец же здесь было невероятное количество. Целая армия. Армия овец. Армия зайцев. Во. Очень много. А куриц так вообще миллиарды. Непонятно. В маме три человека. Кто-то вон золото добывает. Кто-то деревья рубит. Но размножаться они категорически не хотят. Давайте, может, их немного проапгрейдим. И дадим им всё-таки несколько человек. О, 12 теперь. Ну, развиваться поселение будет быстрее. Даже вот так сделаем. До 30 доведём. Потому что ресурсов, ну, в изобилии. Всё есть. Просто всё. Чё с дворфами? Как поживают дворфы? Вот. Дворфам ничего не угрожает. Эльфам, в общем-то, тоже. Как выглядят поселения эльфов? Они просто, хоть и говорят, что любят леса, но что они делают, эти сволочи? Они срубают половину дерева, а потом живут в пне. Ну, в пне, наверное, уютно и хорошо. Там есть и... Что может быть в пне? Уют и тепло? Ха-ха. Опачки. А кто-то решил прям-таки в тени горы поселиться. Странно, что это не дворфы. Очень странно. Оп. Всё, да. Это поселение вроде закрепилось. Люди перестали погибать. Начали сеять урожай. Отлично. Но кто-то решил жить обособленно, опять же, вот здесь. В Синопорке. Один человек, какой-то безумец. Настоящий Робинзон Круза. Он наплевал на все принятые устои, на законы общества. Сказал, до свидания. И уплыл жить на свой остров. Самый далекий на этой планете. Молодец. Я не могу его за это осуждать. И люди пока на нашей планете самая печальная раса, которая не может ничего. Зелёные и грубые не любят людей. Орки. Друзья, у нас ещё нету орков. Но стоит ли давать оркам жизнь? Вот я не знаю. Нужен ли оркам лес? Давайте сделаем морочий лес. Вот тут. Вот даже можно так, да? Менять сушу. Неплохо. Такс. У орков будет гора. У орков будут холмы. У орков будет... Ну, песок как бы... У них и так есть. Даже давайте добавим немного. Такс. Далее. Далее, далее, далее. Семена растений. Во. Чтобы был лес. Друзья. Ну, потому что без леса не очень круто. Вот. Лес начинает разрастаться. Отлично. Если закидывать семена, в пустыню появляются кактусы. Ну, кактусы это такое себе. В пустыне у нас будут камни для ресурсов. Золото очень много. Кусты с ягодами, разумеется, потребуются. Железо, чтобы орки могли ковать оружие и воевать. Ну, золото у них уже есть. Теперь нам нужны... Нужна живность. Такс. Все. Готово. Ну, и давайте сделаем несколько орков. Будут ли они тут жить или не будут, я не знаю. Но... Ой, как-то они странно тут выглядят. Первое, что они делают, это начинают охотиться на овец и на зайцев. Ну, если они все сразу съедят, и животные не будут размножаться, и... Как они будут выживать, непонятно. Как поживает... Друзья, наш Робинзон, к сожалению, погиб. Его звали Антон, и его больше нет с нами. Антоха навсегда останется в моем сердце. Жалко. Робинзон Антоха. Антон Крузо, наверное, да? Лучше. Почему Антон? Я не знаю. Оу. Я думал, это уже уничтоженное поселение дворфов. Но нет, дворфы живут и развиваются. Их тут много. Смотрите. Офигеть. Очень крутые ребята. В прошлый раз им было тяжелее всего выживать на планете. В этот же раз они прям-таки... Прям-таки молодцы. Большие-большие молодцы. Самое большое королевство. Мама становится все меньше и меньше. Но зато вот на этом острове Бомидонна вроде как чувствует себя довольно неплохо. У них есть шахта, у них есть ратуша. Молодцы, ребята, молодцы. Но как там поживают орки? Да, орки съели всю еду на острове. Что они будут делать дальше, я не знаю. Ну ладно, по доброте своей душевной я им все же помогу. Накидаем немного леса, чтобы они могли строить деревянные жилища свои, да? И надо все-таки дать им немного еды. Только орки, давайте вы будете умнее в этот раз и сразу всех овец не съедите. Пожалуйста. Я хочу, чтобы вы жили и процветали. И чтобы в итоге началась великая глобальная война между людьми, эльфами, орками, дворфами. Все, все будут сражаться. Ну да. В этот раз они умнее, действительно. Видимо, они прислушались ко мне, голосу разума. Молодцы. Рептер. Но они все разбежались. Видимо, добывают золото или камень. Нет, что странно, значит рубят деревья. А вот они бегают, что-то из стороны в сторону. Чем-то занимаются. Ну и, друзья, на этом пока мы остановимся. Наш мир выглядит довольно неплохо. У нас есть все расы. Все из них неплохо развиваются. Круче всех дворфы. Наверное, потому что они появились первыми. Но людям я дал больше. Больше людей создал. Больше еды накидал. Больше ресурсов. В общем, я не знаю. Люди глупые тут. Будем надеяться, что все исправится. Пока на этом все. Действительно, большое спасибо за внимание, за просмотр. Вы лучшие. Ну и, разумеется, давайте свои подсказки. Буду благодарен. До новых встреч. Удачи. Пока.